У нас для вас, друзья, есть маленькая сказка. Её название — Турисейская закваска. Всего в двух актах мы её для вас представим. Всех улыбнуться и задуматься заставим. В глубокой древности историю посмотрим, и в современности ей параллелью смотрим. Два разных времени, две разные эпохи. О склонности людей всё так же очень проще. Как быстро у других мы видим недостатки, и в пледниках слова бывают очень сладкие. И искушение есть к делам других придраться, чтоб только праведным в своих глазах остаться. Итак, Иерусалим — начало нашей эры. И фарисейский дух там царствует без меры. Еврейская семья, глава в ней Елиут. Он в субботу забыл про тяжёлый свой труд. Иерусалим — это мир в сознании. Иванович, дурь. Иерусалим — мы на 5 в 6 огне. Козылорим — там царства и исцелётесь. Вот Узиил давно рождином стать мечтаем. Для дяди Авдеила он сплетни собирает. Бежит в Крымглах, но царство он словно комерекеет. Не зря его в народе позвали Изя Листилы. Вот равен Авдеил глава Серегриона и гордый лицемер, а не знаток закона. С ним рядом его друг Шаммай, он педантичен. Себя прощает лишь, а вот другим критичен. Уравен Шаммай, вопрос тут недавно назрел. Амхаратс-то наш постепенно совсем обнаглел. И закон священный они не соблюдают. И не чтут субботу, предания нарушают. О да, народ в грехе, считают серовики. Как грязь земли они совсем не исправили. Предания ж просты и кратки до предела. Нельзя лишь делать всем, но никакого дела. А именно, вязать, жать жатву, сеять, гать, больных любых лечить. Читать и вслух и гать. Еще нельзя чихать. Совсем нельзя смеяться и песни петь нельзя. Нельзя блок чесаться. Нельзя сшивать иглой и что-то разрывать. Но можно ж вкусно есть и можно крепко спать. О, что ты говоришь, почтенный Авдея. Про нечто важное случайно ты забыл. На той неделе наш святой Синетрион установил еще один логой закон. Спать крепко можно лишь теперь до полседьмого. А после трех нельзя есть блюда никакого. О, раввины. Несу вам срочное донесение. К субботе Иллиут не проявлял почтения. С семьей своей с утра работал на природе. Второй свидетель был? Каким я был там вроде? Если был второй, их осудили бы сразу. Свидетелей есть два. Ведь у меня два глаза. Отходчив изя ты. Теперь без промедления тащи его сюда. Осудим без сомнения. И вот тебе пример. Презренный наш народ Не хочет исполнять законов наших свод. Простолюдинов, чтоб нам строго усмирить, Давно пора еще один закон внедрить. Нет, лучше не один, а целых двадцать два. О мудрости твоей не зря идет молва. Эй, как тебя там кличут, презренный? Ну-ну-ну-ну-то. Мы за грехи твои устроим правый суд. Скажи, в чем виноват, не помни о грехах? Быть может, для тебя закон наш чепуха? Припомни, до скольки сегодня ты проспал? А разве есть закон о смерти? Я что-то не слыхал. Он не слыхал, что-то? Скажите-ка на милость. Быть может, слышал я, да просто позабылось. Коль ты один закон, наглечь не исполняет. Предание старца всех тем самым попирает. Ты осужден? За что? Повторим не спеша. Виновна в чем твоя никчемная душа. Свидетель из них. Тебе его вручаю. Его разоблачу я. Доверь я оправдаю. Начну с его детей. Работали в субботу. На бабочку вдвоем устроили охоту. Сам Виневут работал, мышцы напрягая. Громко хохотал он, за ними наблюдая. Жена ж его лечила. Субботу нарушала. Ссадину у дочери усердно обдувала. Еще трудились вместе. Уселись все мечтать. Мы думали о Рае. Не смей перебивать. Еще дышал он чаще, чем есть на то права. Не двадцать раз в минуту, а целых двадцать два. Сгляните-ка на шапку. Как у него надето. Совсем не по закону. Одобренному летом. Лишь сантиметр должен остаться до правей. А у него, смотри-ка, на две длины длинней. А, еще припоминаю, как грешно он взевал. Ведь широко и часто он родство открывал. Что же решено. Виновен. И приговор в итоге. Семейство Иллиуда Изгнать из синагоги. И так Иерусалим, начало нашей эры. И фарисейский дух танцарствует без веры. Устал народ от свода правил фарисеев. Мы всех виновников считаем, как владеют. Рассказки не имеют, Иерусалим их осуждают. Ими у земли они не проявляют. Закон не больно соблюдают, утверждают. Но против праведных законы направляют. Такой настрой в современности бывает. Так иногда и христиане поступают. Урок наглядно показали через сказку. Вы избегайте фарисейскую закваску. Фарисейская закваска. Лицыны и яполна. Фарисейская закваска. Христианам не нужна. Фарисейская закваска. Быстро развивается. Сатаной и дьяволом. Она приготовляется. Недавно в вашем городе. И все мне здесь чужое. За ваше приглашение спасибо вам большое. Надеюсь, вы останешься. Тут трудно здесь и бедность. Но главное, в служении большая есть потребность. И Гова позаботился. Нашла жилье, работу. И от сестер собраний я чувствую заботу. Еще бы не заботились. Ведь ты у нас москвичка. Им дружбу выгодно с тобой водить. Поверь, сестричка. Не надо думать плохо так. Любовь ведь есть собрание. Ну-ну. А мне недавно, брат, на школе дал задание. Ох, как не повезло тебе. Брат Коля очень строг. Придрался как-то он, сказал. Не выполнил урок. Я ж прекрасно выступала. Ровно-ровно пять минут. Не буду Коля обсуждать. Ведь брата нету тут. Да, ты права, конечно же. Но вот ведь что обидно. Когда-то речь он затянул. И ведь ему не стыдно. Да-да. На целых пять минут я по часам следила. Хотя все пор уж год прошел. А я ведь не забыла. Прощать других и забывать. От Бога нам задание. Хотела с вами обсудить проблему опоздания. На той неделе Светочка встречу опоздала. Почти на целых шесть минут. Да-да. И я видала. Хотя она хотела незаметно. Прошу нагнуть. Нет-нет. Совсем наоборот. Я знаю, Иисус. А разве Светлана есть привычка опоздания? Хотела брата одного. Она привлечь внимание. Ведь опоздала в первый раз. Лихая беда начала. На школе правда здорово Светлана отвечала. Перед старейшиной она хотела отличиться. Потом к нему же подошла. Служить договориться. Но Бог сказал нам. Не суди. Не знаешь ты причину. Ой, Маш. Наильная же ты. От нас не стыдь причину. И вот тебе пример еще. Голубкина Анфиса. Она бессмертно и скромна. По сути же актриса. А у нее романтика. Каким-то братом. Точно. Ты это видела сама? Или слышала заочно? Нет, вымоги за меня, сестра. Понаблюдай, Астрица. А может лучше песни нам и песенка спеет? Конечно, мы потом споем. Но вот что характерно. Наряд бессиса обновляет. Дважды в год примерно. Но чтобы брать и хитрый меч, Одних нарядов мало. Так хитрый выдумал охот. И пионеркой стала. Нельзя мотивы обсуждать. И голос сердца видит. Что думаю, то говорю. Ведь правда не обидит. Хотим мы праведными быть? Вот и следим так строго. Еще не знаешь ты всего. Проблем собрали много. Субботу туловна от сестра, Что служит пионером. Для возвещателей других классов была примером. Я же не узнала, Не служит мне в этот день недели. А она же пошла с брошюрами. Специально мы смотрели. Ну ладно, сестры. Не пора. Ой, Машка, перестань. Давай немножко посидим. Как хорошо нам. Ну глянь. Пойду я. Следующее так. Мы Бога огорчаем. А не духовно с ним лишь заботу проявляем. Нам очень хорошо с тобой. С кровнатой. И так лично. Пойду я, сестры. Ну пока. Зануда. Как обычно. Ой, эти москвичи всегда свой носик задирали. А у нее романтик был. Мы этого не знали. И сестра Нэппу тут пришло. А в Москве что-то случилось. Из-за чего она сейчас среди нас и появилась. Ну, Машка, ну хитрались, а? Теперь нам все понятно. Все встало на свои места. Ой, девочки, заметно? И вот такая-то сестра нас очень не стесняется. Советы мудрые дает. Умом не отличается. Совет Сестрейшин так решил. Собрание защитить. И от вулечия Машки всем нужно сообщить. Совет Сестрейшин. Да, это только сказка. Лишь выдумка, не факт. Утрировано все в ней. В собрании все не так. Сорит любовь в собрании. Единство, доброта. Исклетничать не будем, а братик никогда. Но, коль заметим склонность, мы плохо говорить о тех, кого нет рядом, то надо прекратить. Не стоит придираться, мотивы осуждать. У сердца злые сорняки, их надо вырывать. Вы видели со стороны, как это гадко, низко. Кто будет так себя вести, не будет к Богу близко. Никто не сможет маску долго удержать. Среди народа не еговы на себе. А то, что кто-то без греха, тот мог сказать. Ты видишь, каждый из служителей Христа Стремится исполнять закон Его Отца. И пусть, если поискать, всегда найдем. То, если мы искренне идем, креста путем. Давай-ка лучше будем сами начинать. Не останавливаясь перед грешностью, Любовь Его и Бога влюбим, прорябляясь. Ну а тем более в собрании разном Простим друг друга мы от всех своей души И позабудим нас всегда о всем плохом. Любовь Его и Бога ты не забывай И по тем нескому пути Христа шагай С тобой отзывчивых людей еще найдем И в совершенстве без сомнения все придем Вау, классно! Классно! Супер! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok